Между пользователем и основным веб-сервером, который часть запросов кэширует, он очень легкий, очень быстрый, и помимо всего прочего он может выступать в роли такого раунд-робин-балансера, только он уже будет уметь проверять, жив ли сервер, и NGINX самостоятельно будет опрашивать этот сервер и отдавать вам результат обработки вашего запроса. Weighted balancing. То есть, как это выглядит. Клиент к load balancer, то есть, там есть еще промежуточное звено запрос DNS-адреса, мы его опустим в дальнейшем. Клиент уже знает адрес и обращается, то есть, он может определить, какому из трех серверов, находящимся за load balancer, он может этот запрос отправить. То есть, он, load balancer, опросит эти сервера, проверит, какая текущая нагрузка этих серверов, и на основе веса, в большинстве случаев, отправит этот запрос к менее всего нагруженному серверу. Таким образом, мы получим, что все сервера работают более-менее с пользователей. То есть, вот мы видим на картинке, да, у нас есть сервера подключений как таковых. И load balancer отправит запрос следующего клиента на сервер, у которого нет подключений. Какие у этого могут быть минусы? Минус один, например. Предыдущий запрос, который я показывал, то есть, запрос на поиск по маске звездочка, может, в зависимости от логики работы сервиса, который обслуживается этими серверами, он может использовать просто огромное количество ресурсов и загрузить процессор на 100%. И когда придет следующий запрос, load balancer посмотрит, ага, у меня на всех серверах по два клиента подключено, а на сервер, на котором сейчас выполняется запрос поиска, только один. Мы отбираем этот запрос на этот сервер, но там как раз обрабатывается длинный запрос, который выжрал уже все ресурсы, и load balancer к нему направляет еще один запрос. Ну, серверу от этого, естественно, будет плоховато. Что умеет заниматься балансировкой? Ну, как я уже упоминал, round robin, балансировкой, могут заниматься даже DNS-сервера. Один из наиболее популярных, это сервер Bind. Это, скажем так, он наиболее популярный DNS-сервер, который сейчас используется в мире. Он бесплатный, open-source и все такое. Nginx. Да, возможно, даже какая-то своеобразная приоритизация запросов есть, то есть там можно выставить, что у вас на какой-то из серверов будет наслаждаемся полученным сервисом. Пока готовил этот доклад, залез на сайт Citrix, платформа, предоставляемая Citrix. Так вот, самая дешевая, насколько я помню, стоила то ли 2, то ли 3 тысячи долларов за одну установку, при этом на ограниченное количество клиентов, которые будут за лоут-балансером стоять. То есть порядок цен на аппаратные платформы там еще больше. У их конкурентов, CISC, Baracuda и еще десятка производителей, цены не намного ниже, я бы сказал. А может у кого-то и выше, например, CISC за свое имя очень много хочет. Что есть софтуарного? Ну, как я уже говорил, есть софтуарные решения, которые вы можете на свой сервер установить, или, к примеру, у вас на сервере крутится виртуальная машина, там, на VMware. Почему-то большинство предпочитают именно VMware. Ну, коммерческое решение, все такое красиво, все любят платить. Да, по тысяче долларов можно заплатить, но это уже на ваш выбор. Есть отдельно, можно сказать, Elastic Load Balancer, но эта штука, это только амазоновский сервис. Насколько я знаю, он может обслуживать исключительно инстансы, которые находятся в амазоновском облаке. И за него тоже отдельно нужно заплатить. И ценообразование, я, если скажу честно, я не особо уточнял, но у Амазона обычно своеобразные взгляды на ценообразование, и там довольно-таки сложно определиться, сколько же ты в конце месяца заплатишь. И есть бесплатные опенсорсные программы, которые созданы энтузиастами, и которые вы сможете поставить на любой сервис, либо в тот же инстанс в амазоновском облаке, и использовать их в качестве балансировщика нагрузки. Ну, и что у нас есть из бесплатного? Ну, если честно, быстрый поиск дал мне только двух таких героев. Есть HAProxy и есть PerlBall. HAProxy быстрая, бесплатная, то есть это, можно сказать, общепризнанный бесплатный опенсорсный балансер, написан на C, его используют очень многие, то есть вот крупнейшие пользователи HAProxy, Twitter, GitHub, Stack Overflow, Reddit, Tumbo. То есть если они используют, значит это что-то значит. Что HAProxy умеет? То есть HAProxy может балансировать HTTP запросы, различные TCP запросы. И в последних релизах у них, например, добавилась поддержка протокола Remote Desktop Windows. То есть умеет работать с IPv6, умеет проверять, жив ли сервер, который находится за лот-балансером, умеет залипание сессий, так называемое, делать. Что имеется в виду? То есть вы можете лот-балансеру сказать, что если клиент пошел на определенный сервер, то и в дальнейшем все запросы от этого клиента будут направляться на этот же сервер. То есть вдруг у вас логика работы вашего сервиса требует такое. И я знаю, что есть сервисы, которые, да, действительно им такое требуется. Есть списки доступа. То есть вы можете прямо на балансировщике нагрузки задать, либо там, что клиенты из определенной сети, например, пойдут только на определенные сервера, либо вы можете часть каких-то клиентов просто забанить, они будут отбрасываться прямо на стороне балансировщика нагрузки. Есть возможность блокировки неизвестных протоколов. То есть если балансировщикам не поддерживается какой-то протокол, а клиент пытается что-то непонятное отправить, клиент получит отлуп. То есть балансировщик может даже уносить какие-то изменения в заголовке запросов, например, что было получено с такого-то IP-адреса. Распространяется HAProxy бесплатно с открытым исходным кодом и распространяется под лицензией JPL.2. PerlBall, ну, написан на Perl, распространяется под той же лицензией, что и Perl, тоже бесплатно, тоже open-source. Но PerlBall занимается в основном лист-коннекшн-балансингом. Умеет даже работать в качестве веб-сервера. Умеет проверять состояние бэкэндов, умеет задавать приоритет запросам, умеет вносить изменения в заголовке запросов, умеет маршрутизацию, то есть на основе URL. То есть, к примеру, у вас есть отдельный сервер, который обслуживает, на котором хранятся все картинки, там загружаемые у вас архивы, и PerlBall может их перебросить именно на... Это разгрузит бэкэнды, генерящие динамический контент, и статические файлы отдавать просто другим серверам. Что из этого всего плохо? HAProxy, да, помимо всего, всех его достоинств, он не так, чтобы очень быстро развивается, написан на C, поэтому, ну, скажем так, паров вхождения людей, которые могут какие-то изменения туда внести, ну, довольно-таки высок. C все-таки такой язык, в котором довольно-таки легко выстрелить себе в ногу. Плюс лицензия GPL2. То есть, оно вроде-ка и не, конечно, хорошо, но многим может не понравиться вот такая вирусная лицензия, которая обязывает вас, если вы используете какие-то элементы защищенного этой лицензией кода в своей программе, вы обязаны свою программу выпустить под этой же лицензией. Ну, перл, балл, блин, ну, ребят, ну, не знаю, может, это мои личные предубеждения, но перл это ужасно. Мои глаза кровотосят, когда я вижу код на перле. В целом. Ну, и плюс нет возможности распределения запросов на основе весов. Многих возможностей HAProxy, Perl, Бау, лишен смысл использовать. Честно, я не знаю, кто его будет использовать. Плюс у него своеобразно, то есть, используются там свои какие-то модули Perl, и устанавливать их в Unix системы не очень удобно, особенно если правильный администратор поддерживает свою систему в чистоте и ставит только при помощи пакетного менеджера. Возиться придется с созданием своих пакетов для Perl.Bal. Потому что я их как бы не нашел в репозиториях. Как-то так. У нас есть еще 4 минуты до следующего доклада. Если у кого-то есть какие-то вопросы. Ну, есть у кого какие-нибудь вопросы, господа? Смотри, сейчас какая проблема? То есть у нас, по сути, Perl.Bal — это монополист сейчас. Реально. HAProxy — монополист среди open-source решений балансировщиков нагрузки. Во-первых. Во-вторых, он довольно-таки медленно развивается. Его пишет товарищ, насколько я помню, чуть ли не в одиночку. Товарищ, помимо всего прочего, еще разрабатывает ядро Линукса. Так что внесение новых фич — довольно-таки муторный процесс. Потом, как бы сказать, сложно реально. Я даже не могу представить, конечно, кому имеет смысл брать Java решение, когда оно написано на SIP, честно скажу. Потому что все-таки в производительности код написан на Java и код написан на SIP и тех же системных ресурсов. Ну, я не вижу сравнений здесь. Субтитры создавал DimaTorzok Тоже вариант, на самом деле. Да, и от умения. Потому что все-таки лот-балансер — это довольно-таки сложная штука, которая, помимо всего прочего, должна работать надежно, быстро, качественно. И нужны реально знания, чтобы написать качественный продукт. Ну, я смотрю, у нас уже 22.00. Там ребята хотели сделать доклад по NLP. И этот доклад я тоже хочу послушать, поэтому... Пока не завершишь, не начнем. Ну, можно сказать, что я уже завершил, то есть кратенько рассказал, что к чему, почем. Форк, что там будет проблема. То есть его невозможно будет выпустить под более либеральной лицензией. Да, да, да. Ну, плюс реально, в каких-то закрытых продуктах мы HAProxy использовать не сможем. А если напишем свой, то, например, фрагменты этого кода можно использовать в каких-то отдельных проектах. То есть если, конечно, выберем нормальную лицензию под это все. Ну, и реально, форкать сишный проект... Честно, я за это не возьмусь. Я в свое время на C пописал, и мне до сих пор от этого больно. Как-то так. Ну, тогда, я думаю, мы закончим и послушаем доклад NLP. Реально, мне очень интересно послушать, потому что я как бы не особо знаком с NLP, и не особо представляю, где его можно использовать. Я вот просто подумал, где я его могу использовать у себя в моей работе админом. Я не нашел в себе таких вариантов. В каких-то пэт-проектах, может быть. Ну, реально, возможно, доклад, ребят, натолкнет меня на более отдельные мысли. Ну, тоже может быть. Ну, давай мы послушаем ребят, и... Да. Ну, не знаю, может кто-то не хочет, поэтому... Давайте в Тулек. Я просто тут пытаюсь еще записывать, стартанул. Не знаю, как выйдет сейчас, я бы сохранил. Качал какую-то двухметровую программу. Ну, если вы будете в другой, то... Либо ссылку какую-то кидай, если... Просто у меня тут просто даже не появилась кнопка о том, что мы проводим... Что можно провести видеоконференцию, я просто ее руками создал. Спасибо, что пришли.